Привет всем! Как уже сказали, меня зовут Алексей Кудрявцев, и я являюсь разработчиком в Авито-мессенджере, в том самом юнити, где 14 человек фулл-тайм пилят мессенджер. Окей, прежде чем начать, я бы хотел задать несколько вопросов. Кто из вас учится на разработчик, ну, хочет стать разработчиком, мучиться для этого. Окей, а кто уже разрабатывает проекты, которыми пользуются реальные люди? Нет, реальные пользователи, не ваши друзья. И кто пошел в программирование, потому что это его нереально драйвит? Именно вот по этой причине. В принципе, кажется, что руки примерно одни и те же. Окей, хорошо, тогда начнем. Немного о себе. Кто я вообще такой? Я iOS-разработчик в Авито-мессенджере, как уже сказал, звукорежиссер подкаста «Подлодка», послушайте обязательно, это не iOS-ный подкаст, член программного комитета конференции Mobius, достаточно крупный по мобильной разработке, и немножко контрибьютор в open source в свободное время. Да, провистал. Но так было не всегда. И там лет шесть назад примерно я занимался совсем другими вещами, и сейчас расскажу, какой был мой путь. Когда-то давным-давно я был просто ребенком с любовью к технике. Я ломал практически все дома, потом научился это чинить. Ну, мне просто было интересно, как все устроено. Мне говорили потом, когда я уже был подростком, мол, иди в разработку, там денег платят, все хорошо. Я говорил, нет, мне не нравится сидеть там и код целыми днями писать, это, наверное, скучно. И в то время я примерно стал звукорежиссером и пошел учиться на менеджера. Там были особые причины, почему я пошел именно туда звукорежиссером, потому что это и искусство, и техническое направление. А я тогда и рыбчину читал, и мне, собственно, с техникой нравилось возиться. Так примерно пять лет своей жизни я провел. И в какой-то замечательный день мне там нужно было в очередной день что-то автоматизировать, что-то там я придумал все какие-то задачки, и пошел там на баши что-то пописать, попробовал. Да, мой первый язык — это баши, это вообще ужасно. В итоге меня затянуло в эту пучину настолько, что выбраться я из нее просто до сих пор не смог. И я начал там изучать, писать свои проекты все больше и больше, там ОПшку познавать на Objective-C, пытаться что-то написать. В общем, все на костылях, все там на собственных ошибках. И так я там два года примерно просто просидел в закрытой комнате, грубо говоря, и что-то делал. В какой-то момент я понял, что у меня не хватает базы. Я читал какие-то книги, статьи, еще что-то, код писал. Но я подумал, мне нужно там матан подтянуть, реально компьютер-сайенс может какой-то. И при этом я понимал, что меня никто не пнет. Ну то есть я сам себя пинаю, да, этого достаточно. Но это долго достаточно. Плюс я смотрю, какие книги мне почитать. Их много, и выбирать что-то нужно, ну реально сложно. И в общем я начал думать, куда мне идти учиться, что делать, как решить мою проблему. В общем, было несколько вариантов. Как раз я закончил тогда свой вуз, вот на менеджер отучился. И первое, думал, пойти в вуз. Ну, естественно, нормальный вариант, получить образование, выйти из вуза уже разработчиков. И тут я начал взвешивать плюсы и минусы. Какие плюсы у вуза есть? В первую очередь это социальный лифт. Как я уже сказал, ты можешь войти в вуз, отучиться там 4-5 лет, тогда в основном 5 учились, и выйти оттуда разработчиком. То есть ты такой в лифт поднялся, то есть в лифт вошел, поднялся и вышел. Замечательно. Тебя там пинают, что-то с тобой делают. Замечательно просто звучит. Также вуз — это учение учению. Тебя учат учиться, учат доставать информацию, интерпретировать ее, узнавать, в общем, работать со всем этим. Также в вузе очень много профильных предметов по программированию. Ну, то есть реально тебе дадут все, что тебе нужно. Это круто, это плюс. Еще в вузе есть стажировки в крупных компаниях. Ну, например, есть стажировки в Мэйле, в Авито в том же самом. И это тоже дает классный опыт. Вы можете понять, куда вы хотите, как в компаниях вообще работа устроена. Это круто. И также круто студенческая жизнь. Ну, как же без этого? Ну, к сожалению, у меня ее не было. Я учился на вечерке и никакой студенческой жизни. Но я слышал, что студенческая жизнь — это круто. Окей. Какие у вузов есть минусы? В первую очередь для меня это была продолжительность образования. Я уже отучился пять лет в вузе. Я не хотел еще столько же тратить на обучение, учитывая, что я уже прогаю, уже что-то знаю и что-то могу делать. Также это на первом особенно курсе непрофильные предметы. Там какой-нибудь русский, еще какие-нибудь вещи. Ну, в общем, у меня когда на менеджера учился, были такие вещи, и мне они не особо нравились. Не хотел я на это время тратить. Еще один пункт — это устаревание технологий. Некоторые преподаватели, ну, есть определенная часть, в основном только преподают и не особо следят за рынком, что там конкретно происходит. Обучают, собственно, по учебникам 10-20 лет недавности. И выходя из вуза, студент может, выпускник точнее, может не знать, как реально обстоят дела на рынке, какие технологии актуальны, что вообще происходит. Помимо этого, в вузе, как я слышал, прививают не то что любовь, но не прививают любовь к чистому коду. Потому что тебе нужно написать какую-нибудь там работу, быстренько ее заколбасить, набросать там скриптец, просто чтобы работало, и больше они не парятся. Тебе не нужно это поддерживать, не нужно заботиться, чтобы другие люди читали, чтобы ты через полгода мог это прочитать. В общем, чистый код, который будет поддерживаемый и читаемый, ты писать, скорее всего, не научишься. Я уже тогда разрабатывал какие-то вещи, конкретно большие системы пытался делать, и поэтому понимал, что именно этот пункт для меня важен. И еще один такой немаловажный пункт, как вишенка на торте, это нежелание учиться. У меня были такие ситуации, когда я прихожу к чуваку, который из вуза выпустился, говорю, смотри, какую книжку классную начитал, тут, блин, просто море инфы, тут очень круто, почитать тебе тоже понравится. Он говорит, слушай, я уже пять лет в вузе отучился, меня вот этим шпарили постоянно, и даже вот эту тему конкретно я не знаю, но я больше не хочу, потому что я устал. И, в общем, такие примеры реально есть, поэтому для меня, опять-таки, было это минусом. Какие есть альтернативы? Ну, читать книги и статьи, как я уже это делал, только практиковаться, ну, собственно, я тоже это делал, и, например, пойти на какие-то курсы программирования, но они чаще всего такого себе качества, и после них ты, ну, может быть, научишься какую-то конкретную технологию использовать, там, не знаю, с базой данной, с QLite работать, например, только поверхностно, или там фреймворк какой-нибудь, фронтендерский выучить, но никакой базы при этом у тебя не будет, а я хотел именно базу. Собственно, что же делать? Я вот так вот стоял, хватившись до головы, потому что мне не подходили никакие варианты, и было одно решение, которое очень, кстати, мне подошло. Я выбрал такую штуку, как Stepik. Это замечательные ребята, я ими очень доволен. Они тогда запускали годовую программу программирования, где обучали как раз базовому матану, базовому компьютер-сайенс, и все это в течение года. Ребята из JetBrains и Петербургского академического университета вместе собрались, то есть там и теория, и практика, они, в принципе, знают, что вообще делают. Очень круто, мне прям понравилось. Если кто-то там не учится в универе сейчас, но хочет стать разработчиком, можете смело попробовать. Там очень много других курсов. Окей, я отучился в течение года, и тут большой вопрос, а как же найти работу? И обычно разработчик начинающий приходит, смотрит огромное количество компаний, и они вот так же, как в Рик и Морти, вот эти вот ребята говорят, покажи, что ты можешь. И ты стоишь, и я ничего не могу. На самом деле все не так сложно. Например, мой опыт поиска работы, я сначала пошел работать в маленький стартапчик, понял, что мне там неинтересно, там люди не знают даже того, чего я знаю. Я думал, у них опыта набраться, но, увы, я им рассказываю по утрам классные истории, классные вещи, которые я узнал сегодня, ничем не можешь со мной поделиться, и я за них там баги еще фикшу. Это было грустненько. При этом про Авито конкретно. Я отправлял резюмешку в Авито перед тем, как устроиться в этот стартапчик, и они ее даже не посмотрели. Ну вот вообще, мне никакого ответа не было. Но потом нашли меня просто по профилю в Гитхабе. И написали мне сами, соответственно, я пошел по фану на собеседование, думал, ну я же не пройду, это Авито, а я там только вот какой-то там джун с улицы, даже не учился в ВУЗе. И в итоге вот я здесь. Ну, собственно, социстория. Так что вывод из этого какой? Присылайте свое резюме везде, просто никто вас не обязывает туда устраиваться. Шлите, это повышает ваши шансы. Даже если вы видите, что вакансия пестрит какими-то технологиями, которые вы не знаете, возможно, они завышены, возможно, вам придется делать не совсем то, что там конкретно написано. Итак, окей, мы рассылаем резюме, и следующий пункт у нас — это собеседование. Как оно обычно выглядит в больших компаниях? В первую очередь вам высылают тестовое задание, чтобы посмотреть, как вы просто вообще пишете код, можете ли там пару инструкций связать вместе. Если вы проходите, то идет уже скайп-интервью, где смотрят, насколько вы вообще можете мыслить, можете разговаривать, может, какие-то задачки вам зададут. Ну, в принципе, просто поговорить, посмотреть, что вы за человек. После этого основной этап — это техническое интервью, интервью, где вас уже могут реально долго допрашивать, задавать вопросы, может быть, даже заставят код писать. И, в общем, это реально сложная, долгая часть, там может длиться, например, два часа. И последний пункт — это HR-интервью. Я конкретно его обычно боюсь больше всего, потому что я знаю, что с технической стороны у меня там не возникнет вопросов, а вот что HR там во мне разглядит, я абсолютно не понимаю. В общем, все эти пункты могут быть, но они необязательные, имейте в виду. В принципе, собеседование проходим, после этого идем такие на работу, продуктовые разработки, думаем, вот мы сейчас будем во всех там баги мочить фичи, делать трешак начнется. Приходим, первый день, и такие, подвигаем вьюшки, сходим в базу, отправим или обработаем сетевой запрос, замапим какие-то модельки, реализуем простую бизнес-логику и пофиксим баги. И что-то как-то это неинтересно. Ну, там месяц, может быть, два, ты такой посидишь, потом тебе скучненько станет. На самом деле это, да, типичные такие задачи продуктового разработчика, там, джуна, медла, например, но это не все. И на самом деле большие, особенно, компании — это в первую очередь высокая нагрузка. Даже когда ты там двигаешь вьюшки или ходишь там в сетку, тебе нужно думать о том, что твоим сервисом там куча народу пользуется, что тебе нужно оптимизации производительности делать, разные профилировщики запускать. В общем, задачи могут быть реально из тривиальной превратиться в очень нетривиальную и интересную. Помимо этого, нужно думать об архитектурных решениях. Как я уже говорил, нужно делать, поддерживаем большие системы, которые и ты будешь понимать, и другие разработчики будут понимать, которые можно будет расширять. Это, опять-таки, очень нетривиальные и интересные задачи, которые реально круто и интересно решать. Также автоматизация процессов. У нас, например, в Авито используются всякие автоматические прогоны тестов, автоматические выкатки в сторы, автоматические выкатки сайтов. И все это нужно автоматизировать, все это нужно поддерживать. И это не простая разработка. Реально бывают кейсы очень классные и очень крутые. Также это новые подходы и технологии. Хоть ребята, в принципе, и говорили, что, например, там стэк Авито достаточно, можно сказать, старенький, но при этом мы, например, компания, которая одна из первых пробовала Swift, язык разработки, Kotlin и активно Гошку внедряет. И помимо этого мы там пилим какие-то свои инструменты, которые решают нашу задачу, опенсорсим их, и опять-таки это круто и нетривиально может быть. Помимо всего этого, большие компании — это крутые и интересные люди. С ними очень круто общаться. Ты можешь прийти вот там в столовую на обед, сесть с кем-нибудь и просто узнать для себя новый целый мир, и это перевернет все твое сознание. Это просто офигительно на самом деле. Я это очень люблю. Но самое важное в чем? Самое важное — это бизнес. Даже если вы любите прогать, если вы любите писать каждый день код, не забывайте, что вы делаете это для бизнеса, не забывайте, что вы зарабатываете деньги не только для себя, но и для людей, которые вокруг вас находятся. И важно, чтобы ваши цели и ваша мотивация хорошо сходилась с бизнесом, чтобы вы понимали, что хочет бизнес и что хотите вы, чтобы вы двигались в одном направлении. Также очень важны пользователи. Даже если вы пишете какой-то маленький кусочек кода, если вы допустили малюсенькую багу, в больших сервисах это может заэффектить тысячи или миллионы пользователей. Просто в единочасье вы выкатились и понеслось. Так что это заставляет думать о качестве кода и о том, как сделать вашим пользователям лучше. Вам приходится долго холиварить по поводу даже вьюшек, хоть вы не дизайнер, просто потому что пользователям здесь будет лучше, как вы думаете. Также очень важны команды и процессы. Вы не один человек, который работает за компьютером день и ночь, пишет код, просто красноглазик такой, никогда не вылазит. Но на самом деле, вот реально, сегодня я прокодил, наверное, часа два. Я на работе с 7 утра и вот до сейчас. Реально два часа прокодил, потому что у нас были встречи всякие, там синки, куча всего. Понедельник особенно тяжелый в этом плане. И нужно было очень много общаться с людьми. Поэтому именно навыки общения с людьми, навыки софт-скиллов очень важны в этом плане, но об этом я чуть попозже еще поговорю. И также важно, но это не первый пункт, как вы видите, качество кода. Вы должны за ним следить. Как я уже говорил, поддерживаемость. Вот это вот все, как тысячный раз не буду повторяться. Как всего этого достичь? Как, собственно, прийти в большую компанию? Какие скиллы для этого нужны? Ну, первая секция — это матан. Что тут важно? Ну, такие предметы, которые не обязательны, но будет неплохо, если вы их знаете на каком-нибудь уровне, вообще знаете, что это такое, что себя представляет. Это логика, комбинаторика, теория вероятности и статистика, линейная алгебра, теория графов и теория сложности. Ну, кажется, что в универе примерно всему этому учат. Потом компьютер-сайенс. Что важно? Опять-таки не знать наизусть, но понимать, что себя представляет, иметь какое-то видение этого всего. Это архитектура компьютера, операционные системы, компьютерные сети, парадигмы программирования, алгоритмы структуры данных, криптография, шифрование и архитектура ПО. И тут ты такой сидишь и думаешь, да, я же все это знаю, меня как раз этому в универе учили. В принципе, да, я думаю, что вы на это все способны и знаете. Но при этом есть вещи, которые вам еще нужно будет качать. Что, собственно, отличает Джуна от Синьора, это софт-скиллы. И какие софт-скиллы вам нужны? Как я уже говорил, вам нужно общаться с людьми, решать проблемы. И, собственно, первый скилл — это решение проблем. Вам приходит какая-то абстрактная таска, там что-то нужно починить. И вот вам нужно эту проблему как-то сформулировать, реально решить ее, представить результат. И, собственно, это самое важное, чего от вас хотят в разработке. Помимо этого нужно критическое мышление, чтобы уметь подвергать и свои мысли сомнению, и спорить со своими коллегами, и подвергать их мысли сомнению, чтобы находить лучшее решение. В общем, это реально полезный скилл. Также навыки работы в команде, как я уже говорил, быть неконфликтным, уметь спросить какой-то вопрос, потому что, как уже опять-таки говорилось до меня, если ты будешь сидеть весь день и пытаться пофиксить какую-то маленькую штуку, ни у кого не спросив, как это делается, хотя вот чувак рядом с тобой, вот он сидит, и он знает. Но ты боишься глупым показаться просто. Ты вряд ли тянешь там даже на медла, просто потому что у тебя софт-скиллы не прокачаны. Еще один важный пункт — это тайм-менеджмент, потому что разработка занимает очень много времени, и есть закон, который говорит о том, что работа занимает все отведенное на нее время, поэтому время нужно распределять. Нужно помимо того, что выделять время на работу, выделять еще время на свою жизнь, на свои хобби, потому что если ты будешь просто опять-таки красноглазить сидеть, ну да, ты можешь недельку покрасноглазить, месяц покрасноглазить, а потом ты просто ляжешь, потолок вот так вот посмотришь и скажешь, я больше ничего не хочу. Поэтому выделять время на какие-то хобби — это, я считаю, обязательным. И помимо этого уметь планировать свои задачи, уметь их оценивать, потому что когда тебе приходит задача, тебе там, например, спринт ее надо запихнуть, нужно уметь это делать. И последний пункт — это управление стрессом. Разработка очень стрессовая, в принципе, сама в себе сфера, потому что нам очень много нужно мозг напрягать, очень много решений принимать по поводу того, что мы будем делать. В общем, именно мозговые ресурсы это очень изматывает. Поэтому мозг становится слабый, он не может управлять стрессом, который извне приходит, и очень, опять-таки, легко там перегореть, скатиться, и пойти к офисному психотерапевту после этого. Так что стрессом нужно учиться управлять до вот этого вот всего. Что еще нужно? Английский. Ну, как бы всем понятно, всем известно, но тут есть загвоздка, потому что я в школе учил немецкий, я всегда говорил, что он мне никак не поможет, он мне реально не помог. Мне вот сейчас приходится английский учить. Замечательно, что я хоть что-то там понимаю, и могу там документацию читать, видосы смотреть с даб-даб, деси, пловы. Вот, в общем, английский очень важен, потому что источников на русском реально хороших вы мало найдете. Также нужно постоянно учиться. Помимо того, что вам в универе преподают, есть мнение, что мир технологий меняется там раз в три года. Ну, то есть за три года проходит цикл, когда технологии, те, которые были, устаревают, и просто появляются новые. Поэтому учиться приходится постоянно, чтобы быть просто в теме, что вообще происходит, и на рынке как-то держаться. Помимо этого, иметь чувство прекрасного, опять-таки, чтобы с дизайнером про вьюшки поспорить, или там со своими коллегами по поводу качества и красивости кода, я считаю, это неотъемлемый такой важный фактор. И очень важно гореть тем, что ты делаешь. Вот я считаю это самым, наверное, важным фактором, потому что если у тебя нет мотивации, если ты не видишь смысла в том, что делаешь, просто, собственно, ради денег приходишь на работу, то вряд ли это долго продлится. У меня есть примеры, когда ребята рассказывали, да, я пробовал быть разработчиком, ходил, потому что там им денег хорошо платят, но в итоге я никогда больше этим не займусь. Не дай бог, потому что это просто какое-то одище. В общем, горите тем, что делаете. И как можно саморазвиваться? Для того, чтобы вот эти вот скиллы, которые я описал, прокачивать. В первую очередь я считаю, что важно выбрать стэк. Важно понять, в какую сторону ты хочешь двигаться, чтобы туда прийти в конечном счете. Поэтому подумай, что ты хочешь изменить в этом мире. Или какая технология тебе более всего интересна. Например, я в свое время, когда не был разработчиком, я дико любил опловую платформу, потому что она удобная, потому что я там хакинтош себе ставил, когда еще звукарем был, чтобы лоджик поставить. Ну, потому что он реально крутой. И в итоге я настолько влился, что я именно вот сейчас подаюсь и прогаю, потому что мне это было по душе. В общем, выберите то, что вы хотите конкретно делать. После этого найдите сообщество. Найдите там на форумах, может быть, может быть, какие-то перлабы есть по тому стэку, в котором вы решили развиваться. И ходите там на метапы, смотрите, что вообще происходит, подпишитесь там, может быть, на какие-то блоги. В общем, следите за тем, что происходит сообществом, чтобы набираться информации от этого. Помимо этого важно, но не обязательно, найти себе ментора. Человека, которого вы реально считаете суперкрутым, и пытаться перенять от него навыки, пытаться посмотреть, как он мыслит, что он говорит. Да, можно подвергать это сомнению, на самом деле даже нужно, потому что он может быть не во всем прав. Но при этом старайтесь проникнуться идеями, которые несет этот человек, чтобы пытаться расти именно к нему. Помимо этого пишите продуктовый код. Это реально важно. Есть так называемое правило 10 тысяч часов, которое говорит о том, что если вы делаете какую-то деятельность в течение 10 тысяч часов непрерывно, то есть это не включая сон, например, и обеды, то вы рано или поздно станете профессионалом. Ну, то есть по стечению 10 тысяч часов. Поэтому старайтесь реально писать продуктовый код, который используют люди, которые вы будете поддерживать. В общем, реальные продукты. И будьте не только разработчиком. Например, мне очень интересно было почитать про дизайн книжки. Сейчас у меня жена QA, и я с ней курсы по QA прохожу. Просто для того, чтобы уметь разговаривать на языке этих людей. Потому что они вокруг меня, мне с ними взаимодействовать и пытаться находить какие-то решения проблем, которые из-за того, что мы просто разговариваем на разных языках и не понимаем специфику друг друга, мы не можем решить. Поэтому будьте не только разработчиком, погружайтесь глубже и смотрите на мир шире. Что можно, собственно, для этого… Ну, какие источники информации можно найти? В первую очередь это курсы. Например, уже описанная платформа Stepik. Есть еще крутые ребята, я у них тоже учился. Это Hexit. Они имеют помимо классных курсов, ну реально классные курсы у них. Я прям очень люблю этих ребят. Они еще имеют большое сообщество, где можно похолеварить, потерять истину или наоборот ее найти. В общем, посмотрите просто, что у них происходит. Они очень крутые. Помимо этого есть всем известная Coursera, где в основном курсы на английском. Ну а если вы не любите утруждаться, но, например, любите посмотреть, как девочки раздеваются, то вот этот вот сайт CodeBabes для вас, потому что там на каждом уроке преподаватель снимает себе немножко одежды. В общем, мотивация обучаться программированию у вас хотя бы в этом виде будет. Если что. Какие можно почитать блоги? Я считаю, обязательно подписаться максимально на все тематическое, что есть в вашей сфере. Следите за этим. Когда вы поймете, что это все информационный шум и нафиг не надо, вы отпишитесь. Но сначала подпишитесь. В общем, подпишитесь на Hubbard, на Reddit, Medium, какие-то еще другие блоги, агрегаторы. Читайте, в общем, все. Собственно, то же самое про новости. Есть еженедельные рассылки на почту, есть RSS, еженедельные рассылки. В общем, вот эти все агрегаторы, если вам сложно читать огромное количество блогов, можете просто использовать их. И забирать самые сливки информации. Также рекомендую послушать подкасты. Например, Radio T, Подлодка, DevZen подкаст. Там часто приходят разные гости из разных компаний. Там по часу, по три могут разговаривать о совершенно разных вопросах. И это реально бывает интересно. Помимо того, что я свожу подлодку, я еще ее и слушаю, и бывает реально круто. Но помимо этого еще и куча других подкастов. Посещайте метапы. Я считаю, что это обязательно, особенно на ранних этапах, когда вы там еще джун, метапы просто позволяют реально посмотреть, какие проблемы решают люди, о чем они говорят, что хотят рассказать, и, собственно, прокачать свои навыки, понять, какие проблемы вообще в разработке реально встречаются. После всего этого хочу порекомендовать немножко книг. Первый список книг — это книги только про разработку. Если у вас еще совсем не отсохли мозги после обучения в университете, и вы хотите что-то еще, ну то есть не то что отсохли, а устали, то я рекомендую книжку первую «Структура интерпретации компьютерных программ». Это дико, так сказать, трешовая даже книга. Там все идет на Леспе, на функциональном языке, и в конечном счете там на Леспе, от самых простых задач, там на Леспе решается задача построения интерпритатора и компилятора самого Леспа. В общем, мозгодробящая штука, очень интересно на нее, может быть, посмотреть. Также классная книга — это «Чистый код» Роберта Мартина. Я надеюсь, что многие ее знают, но если нет, обязательно почитайте, вы начнете хотя бы двигаться в том направлении, как писать «Чистый код». Помимо этого, думаю, опять-таки, всем известны паттерны программирования ОПшные от «Банды четырех». Просто везде на собесах спрашивают, всем нужны, и чтобы велосипеды не изобретать, опять-таки можно к ней обратиться. Рефакторинг Мартина Фаулера. Почему? Ну, потому что если вы придете в большую компанию, вам, скорее всего, придется работать с Legacy-системой, где куча строк-кода, написанных года три назад, и вам нужно как-то это поддерживать, как-то изменять, как-то с этим работать, периодически рефакторить. И вот тут описаны, собственно, подходы, как с этим работать, как с этим вообще жить. Помимо этого, экстремальное программирование Кента Бека, чтобы познакомиться с такими методологиями, как XP, разработка через тестирование ТДД, или парное программирование, когда вы вдвоем сидите, один долбит по клавиатуре, а второй смотрит и вносит подсказки. Можно там таким образом даже код-ревью избежать, если супер все построено. И последняя книжка — это Scrum. Если с гибкими методологиями особо не знакомы, то это введение для вас будет, потому что большинство компаний сейчас работают по гибким методологиям либо Scrum, либо комбан. И ежели вы все-таки собираетесь идти в большую компанию, ну даже в маленькую, там тоже может быть Scrum, вам будет очень полезно посмотреть вообще, как команды работают, как они устроены, как могут быть процессы устроены, что в этом важного есть. Еще одна секция — это книги около разработки. Не прям супер то, что вам поможет хардскиллы прокачать, но, как я считаю, полезно. И самая классная книга, как по мне вообще, книга, которая повлияла на меня больше всего, наверное, в моей жизни, это «Вы, наверное, шутите, мистер Фейман». Она совсем не про разработку, но описывает жизнь и истории, которые приключались с физиком Ричардом Фейманом, одним из создателей атомной бомбы. И он очень классный чувак был в том плане, что он горел тем, что делает, и он много об этом в книге пишет. У него очень интересный и очень классный подход к самой жизни. В общем, я реально советую почитать, чтобы проникнуться тем духом, именно вот гореть, что ты делаешь. Помимо этого, вторая книга тоже по той немного тематике, но уже ближе к программированию. Это программист-фанатик, где, как я уже сказал, описывается, как гореть, собственно, программированием. Я оттуда почерпнул такую классную фразу, которую заявил, когда пришел в Авито, «Будь худшим». Меня сначала HR не понял, говорит, что ты имеешь в виду. Я говорю, ну я иду в Авито, чтобы быть худшим, потому что здесь все крутые ребята, а я худший. И я буду расти из-за этого. И да, тогда мы друг друга поняли. В общем, реально классная книга, советую почитать. Ну, как по мне. Еще одна программист-прагматик. Собственно, уже как раз-таки больше о программировании, о подходах, о процессах. То есть она вам именно хард-скиллы особо не прокачает. Там нет никакой методологии, типа вот делайте так, будет хорошо. Но просто о проблемах, которые вот в жизни разработчиков встречаются. И еще одна Джоэл о программировании. Она хоть и 10-летней давности, но там Джоэл с польски рассказывает о том, с какими, ну он там работал в Майкрософте и в других компаниях. Если кто знает, он Трелла, собственно, сделал удобную очень штуку. И он рассказывает о том, в каких проектах тоже работал, какие проблемы встречались, как они решались. Очень интересно. И последняя книга — это PeopleWare. Она уже больше, опять-таки, о процессах и командах. Советую почитать, чтобы понимать, может быть, как мыслит ваше руководство, ваш менеджер, как, может быть, опять-таки, устроена работа в команде, что хорошо, а что плохо. И там очень критически ребята относятся к тому, что в разработке в командах вообще принято. И, в принципе, какие у нас итоги. Мы знаем, как стать разработчиком не только после вуза теперь. Мы знаем, что саморазвитие крайне важно, что нужно обязательно крутиться в тусовке, чтобы расти, что нужно качать не только хард, но и софт-скиллы. И теперь нам есть что почитать на досуге. Надеюсь, это очень полезно. Вот как бы и все. Тут вопрос у нас, да. Привет. Меня зовут Денис. Я здесь. Скажи, ты намеренно не упомянул какие-то практикоориентированные штуки типа хакатонов или каких-то там соревнований, типа там data science соревнований, еще какое-то соревнование? Потому что кажется то, что когда человек доходит до этого сам, все вот эти книжки, все вот эти подходы и курсы он постигает и учит, просто потому что ему это интересно, ему не нужно об этом говорить со стороны. Кажется то, что вот если ты, не знаю, участвуешься в хакатоне, то ты уже в тусовке. Ты учишься применять знания, которые ты получаешь в универе, на практике. Сначала это какой-то велосипед непонятный, а потом это уже начинает быть чем-то похожим на код. Окей, я отвечу. Во-первых, про хакатоны я просто тупо забыл. Но у меня было не так много времени на подготовку материала и не такой большой слот временной сам по себе. Да, хакатоны — это круто, но если ты… Ну, они решают, точнее, учат тебя решать задачу быстро. Но при этом они не могут тебя научить, например, решать ее суперкачественно и поддерживаемо. То есть если мы говорим про большие команды и большие компании, то хакатоны — это не всегда прям круто, хотя у нас проводятся внутренние хакатоны, и многие из этих инструментов, которые мы сначала наговнокодили, мы потом переписываем, и они уже нормально используются у нас внутри. То есть да, хакатоны — это тоже круто, вы можете и в них вливаться. Просто я про это не упомянул. Добрый вечер, меня зовут Егор. Привет. У меня вот такая проблема, можно сказать. Что делать, если ты предпочел работу универу, но позавчера пришла повестка? Это сложный вопрос. Ну, серьезно, каждый его решает сам, как может. Я даже не знаю, о чем. Что-то можно посоветовать, можно в кулуарах поговорить. Спасибо. Я тут, привет. Денис, меня зовут. Привет. Вот ты упомянул, что у тебя нет высшего профильного образования, именно компьютер-сайенс или что-то связанное с математикой. Не блокирует ли это рост компании с того же Джуна до Медла, Синера и тому подобное? И как на собеседование? Ведь на это тоже наверняка смотрят. Да, на это смотрят. И у меня нет образования, но, как я говорил, вообще первая моя книжка по программированию, не знаю, там многие начинают, наверное, читать учебник, типа там, как быстро за 15 дней научиться прогать на JS. Моя первая книжка была «Компьютерные сети», вторая книжка «Архитектура компьютера», а третья «Современные операционные системы». Ну, просто я реально чувак, который именно в базу пытается смотреть. И я считаю, что это как раз-таки мне и помогает. По этой же причине я потом выбрал именно Хекслит обучаться, степик и Хекслит обучаться именно там базовым вещам, именно в компьютер-сайенс смотреть. И меня это абсолютно сейчас не блочит. Когда я пришел, например, в первый свой стартап, то я там быстро превзошел ожидания. И когда я пришел в то же самое Авито, то достаточно быстро вырос из… я пришел на Джуна, потому что там, да, у меня не было совсем опыта, но ребята посмотрели и решили, что я могу расти. И, собственно, я очень быстро, там буквально за пару месяцев всего вырос до медла и продолжаю расти, ну, не только по хардскиллам, но и, собственно, по софт, потому что большие компании реально дают тебе возможность прокачать это очень круто. Вот, то есть меня это сейчас никак не блочит. Если мне что-то нужно, я найду книжку, найду курс и, собственно, найду ту информацию, которая мне нужна. А вот именно со стороны компании нет ни кого? Я считаю, что нет. Те задачи, которые перед мной стоят, я решаю и, помимо этого, предлагаю еще какие-то решения. То есть я не вижу в этом проблемы. Если ты совсем не знаешь, возможно, если тебе не интересно. Если, ну, я реально, вот я собеседую людей, я вижу, что они там не знают, что такое стэк и куча. Мы под платформу, например, там прогаем под мобилку и, ну, нужно знать местами. И если тебе не интересно, это минус, потому что когда ты столкнешься с багом, там, например, каким-то неочевидным, который будет именно на это там завязан, поведение его, и ты просто не поймешь, что происходит, да, тебя будет блочить, но у меня таких проблем не возникало, потому что я как раз этим интересуюсь, и мне вот именно мясо само внизу обычно всегда интересно. Привет, мне зовут Данила. Скажи, пожалуйста, ты вот как раз еще в тему сказал, что ты собеседуешь людей. Как ты относишься к практике написания кода на листочке, и используется ли такая у вас практика в компании на собеседованиях? У нас используются разные практики, в разные кластеры по-разному людей собеседуют. Вот если говорить о личном мнении, то я считаю, что писать код на листочке в 2K18 — это бред, потому что ты все равно будешь его писать в IDE-шке, и, ну, нафига тогда вообще? Зачем? Какая цель? Я не вижу смысла. Привет, меня зовут Руфат. У меня несколько вопросов. Первый. Вот у меня есть знакомые, которые вроде как не прогали ничего особо, потом сходили на хакатон как-то особо, ничего не зная, и сейчас, допустим, работают, и вот все так хорошо, а я сижу и вот примерно как ты читаю книжки, ничего не прогаю там, ну или прогаю совсем простые вещи, и такой сидишь лох, не знаешь, что делать дальше. И вот что лучше, вот так сходить на хакатон, на говнокодить, и не факт, что возьмут на работу, а могут взять, и ты хороший, или же сидеть и вот как ты примерно читать книги и хорошую базу иметь, а потом найти работу там, и это требует времени. И второй вопрос, немного другой. Вот ты работаешь, никогда не было ли мысли сделать свой стартап, и если была, то почему в итоге не создал, и какие проблемы там были? Окей. Сначала первый вопрос, второй, возможно, уже забуду, пока буду отвечать, но ты напомнишь, если что. На самом деле микрофон зря забрала, отдай обратно, сейчас будет встречный вопрос. Мне хочется понять, вот ты задал вопрос, а мне хочется понять, что тобой движет. Для чего ты хочешь быть разработчиком? Если ты хочешь просто деньги зарабатывать и в базу особо не углубляться, да, ты найдешь себе работу, ты будешь получать деньги. Если же ты хочешь в кишки лезть, и тебя это драйвит, то, соответственно, лезь в кишки, сиди и читай. При этом все зависит еще от того, на каком ты уже сейчас уровне, и чего ты конкретно сейчас хочешь, что тебе будет помогать двигаться в том направлении, которое ты для себя выбрал. Потому что в какой-то момент я тоже понял, что просто сидеть и два года писать что-то я не могу, потому что я от этого уже не развиваюсь один. Мне нужны вокруг люди, которые будут альтернативное мнение мне приносить, и я буду, собственно, смотреть на это и дальше двигаться. Вот. Ну, какое-то такое. То есть здесь нет правильного решения, потому что я знаю людей, которые тупо выучили пару фреймворков, умеют прогать, и на этом все, но проблемы, задачи, они особо решать не умеют, и, опять-таки, когда столкнутся с чем-то неочевидным, особо не поймут, в чем проблема. Я такое не особо люблю. Но это моя позиция, потому что вот мой путь, он был таким. Всех по-разному. И при стартапах. Так, второй по поводу стартапа. Я особо не думал по поводу стартапа, потому что это отдельная сфера. Это нужно обладать не только там hard, soft, скиллами, но и предпринимательской жилкой. И реально чаще всего, вот, если так посмотреть, там часто говорят, вот, там стартап вырвался, там бабки зашубает, все круто, но сколько их было? Ну вот какой процент этих стартапов реально выживает? Какой процент стартапов реально что-то приносит, кроме там забирания инвестиций, собственно, инвесторов? И когда я об этом всем начинаю думать, то понимаю, что мне не суперинтересно на данном этапе там делать свои стартапы. Я понимаю, что это не те риски, которые мне нужны, и это не то.